Сегодня мы рассмотрим вопросительные слова в японском языке. Приведем примеры вопросительных предложений и переведем их на русский язык. Начнем со слова, я думаю, уже многим известно это слово, нани или нан. Вопросительное слово нани или нан. Два варианта, да, записываться будет вот таким иероглифом, но может читаться как нани или нан в зависимости от контекста, от того, что мы хотим сказать и от того, что стоит рядом с этим словом. Посмотрим примеры. А, да, значение что, какой тоже в зависимости от контекста. Примеры. Что тебе больше всего нравится в его романах? После вопросительных слов стоит «га» частичка, не «ва», а «га». Итак, каре-но шо-сетсу де в его рассказах, в его романах «нани-га», «что» и «чибан» больше всего «суки», нравится. Каре-но шо-сетсу де «нани-га» и «чибан ски» десука?» Следующий пример. Здесь подержим «ва», тема предложения, тема вопроса оформлена, ну и дальше уже «нан-деска». Какая работа у вашего отца? Кем работает ваш отец? О-то-сан-но-о-си-го-то. О-вежливый префикс. Дальше. Буквально, если переведем, то «чем ты хочешь стать?» Но на русский переводим как значение этого выражения «кем ты хочешь стать?» То есть, когда вырастешь, кем хочешь быть, кем хочешь стать. Дальше. Нани-ка-ра-ха-димей-о-ка? Нани-ка-ра-ха-димей-о-ка? С чего же начнем? Нани-что-кара? С чего? Нани-ка-ра? И хадимэ-ру глагол «хадимей-о-о», давай начнем. С чего же начнем? Дальше. Здесь в конце стоит знак восклицательный, но на русский мы можем перевести как вопрос Что ты там медлишь? Или что ты там воськаешься? Вот мне это слово постоянно в голову приходит, когда я вижу гудзу-гудзу слово это Ну нет, конечно же, слова воськаться в русском языке Но тем не менее, оно как-то вот мне лично передает атмосферу вот этого гудзу-гудзу Итак, что ты там медлишь? Что же ты такой медлительный? То есть что ты там медлишь? Вот буквально даже, наверное, и не переведешь с японского на русский Дальше Сколько у тебя книг? Моцу-глагол иметь при себе Хон-о-моцу Имею книгу дословно И тут нан-сатсу Сатсу-счетный суффикс для томов, для книг Нан-сатсу-мо-те-имаска То есть сколько Со счетными суффиксами, кстати, чаще всего в основном нан будет То есть сколько Хон-о-нан-сатсу-мо-те-имаска Сколько у тебя книг? И последний пример Сколько времени, сколько часов буквально занимает до Токио Занимать, а времени в данном случае То есть сколько потребуется времени, часов до Токио Еще мы, вот я тут не написала, есть такой на начальном уровне Изучается Нан-де Тоже будет вот этот иероглиф и частичка д Это будет означать, то есть чем С помощью чего? На чем, например Нан-де-гак-ко-э-икимаска На чем ты поедешь в школу, на чем ты ездишь в школу Курума-де-икимас На машине Или хико-ки-де-икимас На самолет... Ну, самолетом, да, не на самолете, а самолетом Там, я не знаю Джи-тен-ся-де-икимас На велосипеде Следующее слово Даре или Доната Даре или Доната Оба слова переводятся как кто, только Доната это вежливый эквивалент Посмотрим пример Ано хито-ва даре десука Ано хито-ва даре десука Кто вон тот человек Вон тот человек кто Дальше Конотегами ва Доната ни о ваташи сурэ нодеска? Конотегами ва Доната ни о ваташи сурэ нодеска? Конотегами, это письмо ... Доната ни... Доната кто? Ни... Показатель дательного падежа в данном случае КАМУ получается. ДОНАТА ПЛЮС НИ или ДАРЕ ПЛЮС НИ получается КАМУ. ДОНАТА НИ, то есть это письмо КАМУ О ВАТАШИ СУРУ. Это вежливая речь, КЕНДЖОГО, уничижительная вежливая речь. На этом сейчас не будем останавливаться. Значение этой фразы, этой конструкции, то же самое, что и глагол ВАТАСУ. ВАТАСУ передавать, просто это вежливая конструкция. То есть кому передать это письмо? Смысл предложения таков. Дальше. ИМА НО ДЕНЬМА ВА ДАРЕ КАРА. Разговорная такая фраза. ИМА сейчас, ДЕНЬМА телефон, ДАРЕ кто? КАРА исходный падеж. ДАРЕ КАРА, от кого получается? ИМА НО ДЕНЬМА, дословно буквально, нынешний телефон. То есть кто сейчас звонил? От кого сейчас был звонок? И последний пример. КОРЕ ВА ДАРЕ НО ХОН ДЕСКА. Кстати, вот таким иероглифом записывается ДАРЕ. ДОНАТА нет, только ДАРЕ. КОРЕ ВА ДАРЕ НО ХОН ДЕСКА. КОРЕ ВА это ДАРЕ НО ЧЬЯ ХОН КНИГА. Это ЧЬЯ КНИГА? ЧЬЯ ЭТА КНИГА? ДАЛЬШЕ. ТРЕТЬЕ ВОПРОСИТЕЛЬНОЕ СЛОВО. ИКУРА. ИКУРА. СКОЛЬКО? СКОЛЬКО СТОИТ? ПРИМЕРЫ. СОРЕ ВО ИКУРА ДЕ КАЕМАСТИТАКА? СКОЛЬКО ВЫ КУПИЛИ ЭТО? ИКУРА ДЕ. ЗА СКОЛЬКО? ДАЛЬШЕ. ЧИТЬ КОНО СМАТО ФОН ВА ИКУРА ДЕСКА? КОНО СМАРТОФОН ВА ИКУРА ДЕСКА? Сколько? Этот смартфон. Сколько стоит, подразумевается, этот смартфон. Дальше. КОНО НИМОТСУ НО УМОСА ВА ИКУРА АРИМАСКА? КОНО НИМОТСУ НО УМОСА ВА ИКУРА АРИМАСКА? А здесь уже не сколько стоит, не стоимость мы спрашиваем, а количество, то есть какой вес у этого багажа. НИМОТСУ БАГАЖ, ЭТОТ БАГАЖ, ОМОСА ВЕС, ТЯЖЕСТЬ, КОНО НИМОТСУ НО УМОСА ВА ВЕС ЭТОГО БАГАЖА ИКУРА АРИМАСКА? Сколько есть, но это дословно, то есть какой вес этого багажа. И дальше слово ИКУТСУ, вопросительное слово ИКУТСУ, которое означает тоже сколько, сколько лет. Так, примеры. КОНО ХАКО НИ РИНГО ГА ИКУТСУ ХАИТТЕИМАСКА? КОНО ХАКО НИ РИНГО ГА ИКУТСУ ХАИТТЕИМАСКА? Сколько яблок в этой коробке? А если дословно, вот это вот ХАИРУ, это входить. ХАИТТЕИРУ, то есть состояние вхождения, скажем так, находится. Сколько яблок входит в эту коробку? Ну, так дословно. То есть сколько яблок в этой коробке? И еще один пример. ИКУТСУ, сколько лет? В этом значении. ОКО-САН ВА ОИКУТСУ ДЕСКА? ОКО-САН ВА ОИКУТСУ ДЕСКА? Сколько лет вашему ребенку? Почему вашему? Потому что вежливо. ОКО-САН ВАШ РЕБЕНОК. Или ОКО-САМА. Еще вежливее. Следующее вопросительное слово. КОГДА? ИЦУ. ИЦУ. ШКЕН ВА ИЦУ ДЕСКА? ШКЕН ВА ИЦУ ДЕСКА? КОГДА ЭКЗАМЕН? ШКЕН – это экзамен. Дальше. КОНО АМЕ ВА ИЦУ ЯМУ НО ДАРОУ? КОНО АМЕ ВА ИЦУ ЯМУ НО ДАРОУ? КОГДА ЖУ ПРЕКРАТИТЬСЯ ЭТОТ ДОЖДЬ? КОНО АМЕ – это дождь. ИЦУ – КАГДА ЯМУ. Перестать идти о снеге, о дожде. Ну и дальше вот тоже не будем сильно останавливаться. НДА НО ДА – здесь грамматика. Есть она уже на канале. Кому интересно, пожалуйста, посмотрите. И ДАРО – частичка ДЕС в вероятной форме. КОГДА ЖЕ? КОНО АМЕ ВА ИЦУ ЯМУ НО ДАРОУ? КОГДА ЖЕ прекратится этот дождь? Интересно, да? Вот здесь даже ДАРО имеет такой оттенок. Интересно, когда же прекратится этот дождь? Так, и дальше. ИЦУ – ДАРЕ ГА СОННА КОТО О ИТТАНО КА? ИЦУ – ДАРЕ ГА СОННА КОТО О ИТТАНО КА? КТО И КОГДА СКАЗАЛ ЭТО? ИЦУ – КОГДА? ДАРЕ – КТО? СОННА КОТО – ТОЕ – ЭТО. Ну, что-то вот, да? Что-то ИТТА – Сказал. КТО И КОГДА ЭТО СКАЗАЛ? Следующее слово – ДОКО или ДОЧЕРА. ДОЧЕРА – ВЕЖЛИЙ ЭКВЕВАЛЕНТ. ДОКО или ДОЧЕРА означает ГДЕ. Примеры – КОКО ВА ДОКО ДАРО. КОКО ВА ДОКО ДАРО. Интересно, здесь – это где? Дословно. Ну, а на русский, если сказать, как мы обычно говорим, то мы можем сказать, что это за место? Интересно, что же это за место? Или еще можно сказать вместо ДАРО – КОКО ВА ДОКО ДЕСКА? То есть, здесь – это где? Дословно. Что это за место? На русский переведем так. Дальше. ГАККО ВА ДОКО ДЕСКА? ГАККО ВА ДОКО ДЕСКА? ГДЕ ШКОЛА? Что касается школы, где она? ГАККО ВА ДОКО ДЕСКА? Дальше. СУМИМАСЕН ГА. ЮБИНКИОКУ ВА ДОЧЕРА ДЕСЁОКА? СУМИМАСЕН ГА. ЮБИНКИОКУ ВА ДОЧЕРА ДЕСЁОКА? Извините, где почта? Такое вежливое предложение. На улице, например, спрашиваем у кого-то. Вот это вот ДЕСЁОКА, оно смягчает высказывание. И ДОЧЕРА, видите, вежливое здесь, где используется. И дальше. ГО СЮ СЮ ВА ДОЧЕРА ДЕСКА? ГО СЮ СЮ ВА ДОЧЕРА ДЕСКА? ОТКУДА ВЫ РОДОМ? ГО – вежливый префикс. СЮ СЮ – происхождение. ГО СЮ СЮ ВА ДОЧЕРА ДЕСКА? То есть, дословно, где ваше происхождение? Откуда вы родом? Только что мы рассматривали ДОЧЕРА, слово ДОЧЕРА в значении ГДЕ, как вежливый эквивалент ДОКУ. Сейчас посмотрим на ДОЧЕРА в другом значении, который ИС. Ну и ГДЕ тоже будут примеры для того, чтобы сравнить. ДОЧЕРА или вежливый эквивалент, или, извините, наоборот, разговорный эквивалент ДОЧЕРА, более простой. Вариант ДОЧЕРА или ДОЧЕРА может означать ГДЕ или КОТОРЫЙ ИС. Из двух обязательно. Примеры. У КЕЦКЕВА ДОЧЕРА ДЕСКА? У КЕЦКЕВА ДОЧЕРА ДЕСКА? Уже рассматривали это значение ДОЧЕРА. ГДЕ РЕСЕПШЕН переведем. ДОЧЕРА ГА ОСКИ ДЕСКА? ДОЧЕРА ГА ОСКИ ДЕСКА? КОТОРЫЙ... Что вам нравится? КОТОРЫЙ из двух вам нравится? Непонятно, о чем речь, но спрашивают. КОТОРЫЙ из... КОТОРЫЙ вам нравится? ДАЛЬШЕ. КОХИ ТО КОУ ЧА. Выбор из двух. КОХИ ТО КОУ ЧА. КОФЕ и черный чай. ДОЧЕРА ГА ИДЕСКА? Дословно, что хорошо? КОФЕ ИЛИ ЧЁРНЫЙ ЧАЙ. То есть, что вы будете? КОФЕ ИЛИ ЧЁРНЫЙ ЧАЙ. Из двух выбираем. ДОЧЕ. ДОЧЕГА ИДЕСКА? Дальше. КОУ БАН ВА ДОЧЕ ДЕСКА? В каком направлении? Возможно, вот это вот ДОЧЕ, вот стоит человек на раздорожье и спрашивает. КУДА? ГДЕ ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК? ТУДА ИЛИ ТУДА? ГДЕ? Здесь мы можем перевести как ГДЕ. КОУ БАН ВА ДОЧЕ ДЕСКА? ГДЕ? В каком направлении? ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПОСТ, ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК. Дальше. Слово ДОРЕ, КОТОРЫЙ ТОЖЕ МОЖЕТ ОЗНАЧАТЬ КОТОРЫЙ, КОТОРЫЙ ИЗ, но уже не из двух, а из трех и более предметов. То есть, КАКОЙ, КОТОРЫЙ ИЗ. Примеры. ДОРЕГА ИТИБАН ИИ КЕЙКАКУ ДАРОКА? ДОРЕГА ИТИБАН ИИ КЕЙКАКУ ДАРОКА? КАКОЙ ЖЕ ПЛАН САМЫЙ ЛУЧШИЙ? ДОРЕГА, КОТОРЫЙ ИЗ, КАКОЙ? ИТИБАН САМЫЙ ИИ ЛУЧШИЙ? КЕЙКАКУ ПЛАН ПРОЕКТ, ну и ДАРОК КАКОЙ ЖЕ? Вот такой вот нюанс придает предложению, значению. ДОРЕГА ИТИБАН ИИ КЕЙКАКУ ДАРОКА? КАКОЙ ЖЕ ПЛАН ПРОЕКТ, САМЫЙ ЛУЧШИЙ? И не из двух подразумевается, а из трех и более. И дальше. КОНО САМСАЦУ НО УЧИ ДЕ. ДОРЕ ГА ИИ ДЕСКА? ДОРЕ ДЕМО ИИ ДЕС. КОНО САМ САМСАЦУ НО УЧИ ДЕ. ДОРЕ ГА ИИ ДЕСКА? ДОРЕ ДЕМО ИИ ДЕС. И перевод. Среди этих трех книг, потому что САМСАЦУ, счетный суффик для книг, мы уже сегодня говорили, для томов. Среди этих трех книг. УЧИ ДЕ. Да, или из этих трех книг. ДОРЕ ГА КАТОРАЯ ИИ ДЕСКА? ХОРОШАЯ. То есть, какая хорошая книга из этих трех книг? И ответ. Все хорошие. ДОРЕ ДЕМО ИИ ДЕС. ДОРЕ ДЕМО ИИ ДЕС. Это как, знаете, вот НАНИ, это что? НАН ДЕМО, это все. ДАРЕ, это кто? ДАРЕ ДЕМО, это кто угодно, все. Вот и здесь. ДОРЕ ДЕМО, то есть любая из этих книг. Хорошая. ДОРЕ ДЕМО. Смотрим дальше. Вопросительные слова. ДОННА или еще ДОНУЙОНА. Это более вежливо. ДОННА или ДОНУЙОНА. КАКОЙ, ЧТО, ЗА. То есть спрашиваем о качестве предмета. КАКОЙ, ЧТО, ЗА. Посмотрим сейчас на примерах. АНАТА НОГА КОА, ДОННА ГАККО ДЕСКА? АНАТА НОГА КОА, ДОННА ГАККО ДЕСКА? То есть, твоя школа. Какая школа? Что у тебя за школа? Какая у тебя школа? Подразумевается там, я не знаю, хорошая, плохая, большая и так далее. Не какой там номер школы, а вот именно качество школы. Дальше. Карева донна хитодеска? Карева донна хитодеска? Что он за человек? Какой он человек? Ну, я не знаю, там добрый, умный, красивый и так далее. И последний пример, третий пример с этим словом упростительным. Донна токини сиявасео канзимаска? Донна токини сиявасео канзимаска? Когда вы чувствуете себя счастливым? Дословно, в какое время? Донна токи. Когда вы чувствуете себя счастливым? Мы можем, например, сказать, вместо донна использовать дону йоуна. Карева дону йоуна хитодеска? Это будет просто более вежливо. Вежливый эквивалент. Дальше. Доно тоже. Какой? Который. Какой мы можем переводить на русский, но значение в том, что не какой по качеству, а который из. Доно. И только с существительными используется. Если у нас там было, помните, дочера или доре, само по себе слово использовалось, то доно только с существительными. Например. Доно еки де орирюно деска? Доно еки де орирюно деска? На какой станции вы выходите? На которой станции вы выходите? Не на маленькой, большой там, а вот именно на какой там, например, сказать, какая станция, да, в Токио, в Йокогаме, еще там где-то. Дальше. Доно фон га идибануもしろかった деска? Доно фон га идибануもしろかった деска? Какая книга была самая интересная, то есть КАТОРЭЯ ИС. Дальше. СОНО КЕЕКИ НО НАКА ДЕ ДОНО КЕЕКИ ГА ИТИБАН СКИ DESКА? СОНО КЕЕКИ НО НАКА ДЕ ДОНО КЕЕКИ ГА ИТИБАН СКИ DESКА? Среди этих пирожных Какое больше всего любите? Какое больше всего нравится? КОНО КЕКИ НО НА КАДЕ Среди этих пирожен ДОНО КЕКИ, которое пирожено И ЧИБАН больше всего нравится СКИ Давайте еще посмотрим на разницу между ДОННО и ДОНО На следующих двух примерах Первый пример ДОННО ИРОГА СКИ ДЕСКА ДОННО ИРОГА СКИ ДЕСКА Какой цвет вам нравится? Красный, зеленый, синий и так далее А вот второе ДОННО ИРОГА СКИ ДЕСКА Подразумевается, что вам нужно выбрать из предложенных То есть у вас какие-то цвета там есть Какой-то одежды или еще чего-то И вас спрашивают, какой из этих цветов вам нравится Дальше ДОНО КРАЙ или ДОНО ГУРАЙ Вот здесь КУ может быть со звончением Значение не меняется ДОНО КРАЙ или ДОНО ГУРАЙ Сколько примерно означает Причем сколько примерно не только по затратам Вот как здесь у нас будет в следующем примере Но и, например, со временем Сколько примерно времени потребуется Давайте посмотрим пример ХИОВА ДОНО ГУРАЙ КАКАРУ НОКА То есть во сколько примерно это обойдется Сколько это примерно займет по затратам, по расходам Какару уже встречался у нас глагол сегодня ЗАНИМАТЬ В данном случае занимать по расходам А если бы мы сказали, например, сколько это займет времени Ну, например, по времени, да Например, сколько будем ждать ДОНО ГУРАЙ МАТИМАСКА Сколько примерно будем ждать ДОНО ГУРАЙ МАТИМАСКА Так, и следующее ДОНО ГЕН ДОНО ГЕН В какой части? Ну, ГЕН вообще это, если перевести Какая-то вот сторона, да Район, то есть в каком районе дословно В какой стороне, в какой части Посмотрим примеры ОСАКА НО ДОНО ГЕН НИ ОСУМАЙ ДЕСКА ОСАКА НО ДОНО ГЕН НИ ОСУМАЙ ДЕСКА В какой части ОСАКИ вы живете В каком районе ОСАКИ В какой стороне ОСАКИ вы живете ОСАКА НО ДОНО ГЕН Дальше ДОНО ГЕН ДЕ СЁКУДИ СИМАСКА ДОНО ГЕН ДЕ СЁКУДИ СИМАСКА СЁКУДИ СУРУ Это обедать, кушать ДОНО ГЕН ДЕ, то есть в каком районе дословно В какой стороне Мы можем, конечно же, перевести на русский язык ИГДЕ Но ДОНО ГЕН есть такой нюанс Вот не конкретно где А в какой стороне, в каком районе То есть в каком направлении Где мы будем кушать И дальше пример КАРЕ НО ДОНО ГЕН ГА КИ РАЙ НА НО КАРЕ НО ДОНО ГЕН ГА КИ РАЙ НА НО Что тебе в нем не нравится? Дословно Какая сторона его тебе не нравится? КАРЕ НО ДОНО ГЕН Какая его сторона? Дословно Какой его район тебе не нравится? Какой район в нем тебе не нравится? В общем, это дословно И дальше ДОНО ГЕН МАДЕ ТАЕРАРЕЛУКА ДОНО ГЕН МАДЕ ТАЕРАРЕЛУКА Сколько я смогу это терпеть? Или ты, в зависимости от контекста ТАЕРУ, глагол, означает терпеть А здесь в страдательном залоге Здесь функция страдательного Функция формы страдательного залога Это потенциальный залог Могу-не могу В общем, наверное, совсем вас запутала Но у формы страдательного залога Для глаголов второго спряжения Есть такая функция Тоже сейчас сильно на этом Не будем заострять внимание Смысл этого предложения ДОНО ГЕН МАДЕ То есть, до какой стороны До какого района, дословно То есть, до каких пор Я смогу это терпеть? Сколько я смогу это терпеть? Следующее слово ДОУ Означает как, каким образом Примеры КЁ НО ТЕНЬКИ ВА ДОУ ДЕСКА КЁ НО ТЕНЬКИ ВА ДОУ ДЕСКА Как сегодня погода? Какая сегодня погода? Дальше КОНО ДОУГУ ВА ДОУ ЦКАУ НО ДЕСКА КОНО ДОУГУ ВА ДОУ ЦКАУ НО ДЕСКА Этот аппарат Инструмент ДОУГУ ДОУ ЦКАУ НО ДЕСКА Как ДОУ ЦКАУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ Как использовать этот инструмент? Каким образом? Дальше СКЕМ ВА ДОУ ДЕСТАКА Дословно Как был экзамен То есть, как прошел экзамен Как экзамен, который уже прошел И еще один пример с этим словом ВА СЁ КУ ВА ДОУ ДЕСКА ВА СЁ КУ ВА ДОУ ДЕСКА Что вы думаете насчет японской кухни? То есть, как вам японская еда? Что вы думаете, как она вам вообще? Дальше ДОУ ЯТТЕ Тоже означает Как, каким образом, способом Здесь все-таки больше действия Не больше, а действия, способ Здесь у нас тоже Вот смотрите, мы приводили КОНО ДОГУ ВА ДОУ ЦКАУ НО ДЕСКА Как использовать? Но здесь у нас вместе с ДО Был глагол дополнительно еще ДОУ ЦКАУ Как использовать Само по себе ДО Не означает, каким образом, каким способом Использовать Ну, или там что-то еще Да, каким способом Действием каким А вот ДОЯТТЕ Да, каким действием Какое действие нужно произвести Каким способом Вот, например КОНО КИКАЙ ВА ДОУ ЯТТЕ ЦКАИМАСКА КОНО КИКАЙ ВА ДОУ ЯТТЕ ЦКАИМАСКА Эту машину, КИКАЙ Этот механизм ДОУ ЯТТЕ Каким способом Как, каким образом Использовать То есть, как пользоваться этим Механизмом Этим прибором Аппаратом И еще есть ДОНО ЙОУНИ Это тоже означает Как Каким образом ДОНО ЙОУНИ ИТА МИМАСКА То есть, как болит Каким образом Подобно чему болит И здесь еще пример ДОНО ЙОУНИ ХЕНДЪО КАЙТА РА ИИКА ВА КАРА НАЙ ДОНО ЙОУНИ ХЕНДЪО КАЙТА РА ИИКА ВА КАРА НАЙ ДОНО ЙОУНИ То есть, как Каким образом Как ХЕНДЪО Ответ КАЙТА РА ИИ Лучше написать. То есть каким образом, как лучше написать ответ, лакаранай, не знаю. И еще такое вот отличие. Доуя, те, это разговорнее, чем доно-йоуни. У нас там было, помните, мы вот только что разбирали донно, какой, о качестве предметом или человека, или вежливый эквивалент был доно-йоуна. Донно, доно-йоуна, какой, о качестве. А здесь вот, смотрите, доно-йоуни тоже вежливее, чем доуя-те. А сейчас мы с вами рассмотрим три почему, а потом я скажу, чем они отличаются. Так, первое почему, или еще как может переводиться это слово, посмотрим на примерах. Дождь, те, как, почему. Примеры смотрим. Дождь, те, курасы, цумори, деска. Дождь, те, курасы, цумори, деска. Здесь мы переведем не «почему ты собираешься жить». То есть почему ты собираешься жить, да, вот так, потому что цумори – это собираться что-то делать, курасу – это жить. Не «почему ты собираешься жить» мы переведем, а «как», «каким образом», то есть «что сделав, ты собираешься жить». Ну, дословно. ДО-ШТЕ. То есть, как сделав, ты собираешься жить. Это дословно. То есть, как, каким образом ты собираешься жить. Например, вот, да, если был бы контекст на такую вот зарплату или там еще что-то. В общем, контекста нет, а контекст наше все. Здесь, то есть, просто переведем. Как ты собираешься жить. Дальше. ДО-ШТЕ ОКОРЕТАНО ДЕСКА. ДО-ШТЕ ОКОРЕТАНО ДЕСКА. Здесь переведем уже как ПОЧЕМУ. ПОЧЕМУ ТЕ ОКОРЕТАНО ДЕСКА. ОКОРЕРУ глагол опаздывать. Дальше. ДО-ШТЕ ИКАНАЙНО И СОГАСИ КАРА. ДО-ШТЕ ИКАНАЙНО И СОГАСИ КАРА. Здесь тоже ПОЧЕМУ. ПОЧЕМУ ТЫ НЕ ИДЕШЬ, НЕ ПОЙДЕШЬ. Потому что занят. Так как занят. И СОГАСИ КАРА. И последний пример со словом ДО-ШТЕ. ДО-ШТЕ СОННА КОТО О ДЕКИРУ-НО? ДО-ШТЕ СОННА КОТО О ДЕКИРУ-НО? А здесь уже, ну, в принципе, можно было бы сказать и ПОЧЕМУ. ПОЧЕМУ ТЫ ТАК МОЖЕШЬ. Например, человек там что-то, ну, я не знаю, там на голове стоит. Да, вы спрашиваете, как ты такое делаешь? Как ты можешь такое делать? Ну, не в том смысле, что по каким-то моральным соображениям, да, там, как ты можешь обманывать, там, я не знаю, маму, еще там что-то. Нет, а как ты можешь именно вот такое вот делать? ДО-ШТЕ СОННА КОТО О ДЕКИРУ-НО? То есть, как ты можешь, как ты делаешь это? Потому я и написала здесь, как. В таком значении тоже может ДО-ШТЕ использоваться. Дальше. НА-ЗЕ. ПОЧЕМУ? ЗАЧЕМ? Тут уже конкретно причина. ПОЧЕМУ? ЗАЧЕМ? НА-ЗЕ ЧИКОКУШИТАКА ИИНАСАЙ? НА-ЗЕ ЧИКОКУШИТАКА ИИНАСАЙ? НА-ЗЕ ЧИКОКУШИТАКА ИИНАСАЙ? НА-ЗЕ. ПОЧЕМУ ЧИКОКУ? ЧИКОКУСУРУ. ОПАЗДЫВАТЬ. ЧИКОКУШИТА. ОПАЗДАЛ. В прошедшем времени, да, то есть, ПОЧЕМУ ТЫ ОПАЗДАЛ? ИИНАСАЙ? ГОВОРИ. СКАЖИ. Дальше. Еще один пример. НА-ЗЕ ТАТТЕ ИРУ-НО? СЕКИ ГА НАИ КАРА ДЕСУ. НА-ЗЕ. ПОЧЕМУ? ТАТТЕ ИРУ-НО. СТОИШЬ. От глагола ТАТЦУ длительный вид. ТАТЦУ ТАТТЕ ИРУ. НА-ЗЕ ТАТТЕ ИРУ. Но ПОЧЕМУ ТЫ СТОИШЬ? СЕКИ. Это МЕСТО. СЕКИ ГА НАИ КАРА ДЕСУ. ПОТОМУ ЧТО НЕТ МЕСТО. ТАТЬ. И ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО В ЗНАЧЕНИЕ ПОЧЕМУ. НА-Н-ДЕ. ПОЧЕМУ? ЗАЧЕМ? Ну, я тут уже написала, что это разговорный вариант. Дальше еще более подробно расскажу. НА-Н-ДЕ КЕНКА ШТАНО КА? НА-Н-ДЕ КЕНКА ШТАНО КА? ПОЧЕМУ? ИЗ-ЗА ЧЕГО ВЫ ПОССОРИЛИСЬ? ПОЧЕМУ ВЫ ПОССОРИЛИСЬ? И еще пример. МОУ ГАККО НИВА ИКИТАКУ НАЙ. НА-Н-ДЕ? МОУ ГАККО НИВА ИКИТАКУ НАЙ. НА-Н-ДЕ? МОУ ЖЕ БОЛЬШЕ ГАККО НИВА В ШКОЛУ ИКИТАКУ НАЙ. НЕ ХАЧУ ИТТИ. То есть больше не хочу ходить в школу. И спрашивают НА-Н-ДЕ? ПОЧЕМУ? Причина какая? Ну а вот теперь выясним, чем же отличаются слова ДО-ШТЕ, НА-ДЕ и НА-ДЕ в значении ПОЧЕМУ. Потому что на русский мы можем их все перевести как ПОЧЕМУ. Единственное, что ДО-ШТЕ, да, у него там есть нюансы, есть еще и другие немножечко значения. Вот, ну не только как ПОЧЕМУ мы можем перевести, мы смотрели только что. Итак, НА-ДЕ используем, когда спрашиваем причину, повод. Вот, это также чаще письменная, официальная, формальная речь. То есть оно самое формальное из всех вот этих ПОЧЕМУ НА-ДЕ. ДО-ШТЕ, значительно шире по использованию, по значению. То есть мы спрашиваем не только о причине и поводе, но еще и о способе, ходе, процессе. То есть когда обстоятельства какие-то, да, то есть когда мы спрашиваем НА-ДЕ, то человек вот должен точно ответить причину. Вот, только причину и все на такой вопрос. А если ДО-ШТЕ, то это более, оно более мягкое, более непрямое. То есть вы даете свободу выбора для того, что человек может сказать при ответе на ваш вопрос. То есть вы не ограничиваете человека в ответе. Он может позволить себе вот, не знаю, указать причину, обстоятельства, подробности какие-то, вот ход процесса, да, то есть что-то вот от себя вот добавить, не только причину, а если, а НА-ДЕ вот более такое, знаете, строгое. Вот, и ДО-ШТЕ это все-таки чаще устная и разговорная речь. Вот, небольшой нюанс еще. Если спрашивают НА-ДЕ или ДО-ШТЕ, чаще, конечно, ДО-ШТЕ, когда вы сделали что-то не так, ну там ошиблись, опоздали или еще что-то, то не следует сразу говорить причину. То есть почему вы так, почему вы опоздали, почему вы там, нужно сначала извиниться, потому что это будет выглядеть как оправдание. Вам нужно признать свою вину, извиниться вежливо, ну а потом уже говорить, почему так случилось, почему так произошло. Ну и НА-ДЕ. НА-ДЕ это самое такое неформальное из всех наших «почему», простой разговорный фамильярный эквивалент слов НА-ДЕ и ДО-ШТЕ, в тех случаях, когда спрашиваем о причине. Не используем к старшим по возрасту и по статусу. Почему я написала в тех случаях, когда спрашиваем о причине? Потому что, чтобы вы не путали, НА-ДЕ, еще мы можем спросить, я уже говорила, чем вы, например, добираетесь там, ну я не знаю, куда-нибудь в школу. То есть тут не только, да, может, почему ты идешь в школу, но еще в зависимости от контекста, то есть чем ты добираешься в школу. НА-ДЕ ГАККОЕ ИКИМАСКА, например, ДИТЕНСЯ ДЕ ИКИМАС, на велосипеде. Чтобы вы знали, что есть НА-ДЕ такое, которое означает почему, и НА-ДЕ, которое означает каким видом транспорта, то есть каким, чем, да, дословно. На этом сегодня все. Если остались какие-то вопросы, может быть я забыла какое-то вопросительное слово указать, хотя вроде бы все старалась хватить. Пожалуйста, пишите в комментариях, я с радостью отвечу. Спасибо вам огромное за ваши лайки, комментарии, просмотры. Я очень надеюсь, что мои ролики приносят хоть какую-то пользу вам. А кто еще не подписан на канал Тачко ТВ, пожалуйста, подписывайтесь, милости прошу. Будем учить японский вместе. До встречи в следующем уроке. Дяне!